Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 декабря, день Николая, святителя-чудотворца. Память святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мерликийского. Он жил в III веке на территории современной Турции. С детства проникся христианством и решил служить Богу. Целыми днями Николай был в храме, молился, читал священное писание. Когда умерли родители, он все свое наследство раздал. Далее Николай совершил паломничество в Иерусалим, к святым местам. Достиг маститой старости и обладал даром чудотворения. В народе к Николину дню относились с особым трепетом. Сегодня утром люди обязательно отправлялись в церковь. Служили молебну Николаю. После чего накрывали богатые столы. Нельзя было грустить в день Николая. Считалось, что это приведет к сильным морозам. А морозы, которые начинались, называли Никольскими морозами. С этого дня было принято свататься. И молодые люди молились святителю Николаю, чтобы их брак был счастливым. Молятся святителю Николаю и все те, кто ищет помощи и защиты от разного рода бед. А также те, кто ищет помощи в добрых делах. Он является покорителем купцов, детей и моряков. Ему часто молились и земледельцы, чтобы получить хороший урожай. Вообще Николин день считали лучшим для заключения какой-либо сделки. Сегодня проводились многочисленные ярмарки и базары. А также проводились брачины. Люди мирились между собой и устраивали пышное застолье. Молились святителю Николаю и о том, чтобы он проводил души умерших людей в правильный путь. Приметы. Каков день на Николу Зимнего, такой и в Николу Летнего, 22 мая. Если день Николы Зимнего ясный и морозный, к урожайному году. Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет. У нас в гостях целебная кулинария шоумен Михаил Гребенщиков. Здравствуйте, Дина Петрович. И начинаем нашу программу целебную кулинарию. Она не только о еде, но и во всем, что касается здоровья человека. Я предлагаю сделать... Любишь вообще покушать? Очень. И сегодня у меня много вопросов. Например, макароны. Люблю их с детства. Можно ли их есть правильно, с пользой для тела? Потому что сейчас очень многие люди волнуются, что вот едят мучное, полнеют. Вот. Ко мне-то это не относится. Я как бы все время в каком-то в одном весе и очень много ем. Хорошо. И в три часа ночи ем очень много, и в четыре, и могу не есть. Вот. Могу есть. Вот. Но иногда хочется хороших макарон, так сказать. Да. И сделаем как раз хорошие макароны. Хорошие макароны должны у нас готовиться из сортов твердой пшеницы. И знаешь почему? А есть мягкие? Оказывается, да, и мягкие есть. В чем разница? Оказывается, разница в том, что в твердых меньше клейковины. Клейковина – это такое вещество, которое, ну, Бог говорит, забивает наш желудочно-кишечный тракт. Далее она всасывается в кровь, забивает, значит, что слизь только выводится через легкие. То есть это предрасположенность к бронхолюгочинным заболеваниям, плюс мерзнут руки, ноги из-за того, что вот эта слизь закупоривает капилляры. То есть вы об этом знаете, какие зря макароны не едите, соответственно, у вас там все, желудочно-кишечный тракт. Нормально работает. Так вот, для того, чтобы нормально работало, как раз мы приготовим вот эти вот и макарончики. Из твердых сортов пшеницы. Вот они. Без вот этой вот слизи. То есть в упаковке должно быть написано? Из твердых сортов пшеницы. И очень хорошо, когда крахмалистая пища сочетается с овощами. Не с фруктами, а вот именно с овощами. Нейтральными. Какие нейтральные? Это будет у нас морковочка великолепная. Это у нас будет цукини. Кстати, лучок, когда мы его обжарим, он потеряет жгучесть и он привлечет сладость. Прекрасно сочетается. То есть это связано с макаронами все? Да. И это все мы соединим в одно блюдо. И у нас получится вкусное, полезное блюдо, которое будет способствовать тому, что человек не будет поправляться. А наоборот будет чувствовать силу, здоровье. Делаем его. Давайте. Потихонечку, значит, Михаил, можешь взять потихонечку сюда. То есть помидорка тоже здесь участвует? Да, да, да. Порезать помидоры? Да, сюда их потихонечку. А я тем временем буду делать соломочку. Нарезать морковочку. Помидорчик можно тужить какой-нибудь соломочкой. А это же будет все кипятиться. А вот смотри, действительно, если это все будет кипятиться, значит, все, что тут было полезного, естественно, испарится и толп будет мало. Нам надо щадящая обработка, чтобы она нагрелась. Кстати, сейчас холодное время года. Холодное время года. Против него как можно бороться? С помощью пищи. Теплой. Да, если пища будет теплая, а вот возьмем морковку. Вот возьмем морковку. Самое интересное, да? Где она зимует? В земле. Где? В земле. Слушай, она зимует. А я же, как она зимует, если ее выкапывают осенью? Ну, вообще, если ее не успели выкапать, она зимует весне. То есть по природе она там должна быть, да? И вот оказывается, а весной она только раз и начинает расти. Тем самым, тем самым, самое интересное, она от неблагоприятных условий борется тем, что в ней есть особая внутренняя теплота. Поедая в сыром виде морковку, мы тем самым приносим теплоту в свой организм. За счет цвета она уже действует. Рыжий цвет. Разогревает. Как проверить? Что он разогревает? Просто, ну, просто съесть. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятные, неконтролируемые всплески, раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после охрабить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч! Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok